Вы знаете, я хотел бы вспомнить законопроект, который буквально вчера был поддержан профильным конституционным комитетом Государственной Думы. Речь идет о будущем, возможно, законе о лишении мандата депутата по инициативе его фракции в случае систематического неисполнения им своих обязанностей. Этот законопроект внесли, насколько я понимаю, вы, и все эксперты в один голос говорят о том, что направлен он против двух депутатов, Пономарева и Митрофанова. Я как юрист хочу сказать, что любой закон должен действовать, как мы юристы говорим, на неопределенный круг лиц. То есть нельзя принимать законы конкретно под кого-то. Да, сегодня называются эти фамилии, и уж, по крайней мере, Илья Пономарев 100%, если закон станет законом, подпадет под его действия. Но, послушайте, это абсурд. Больше года человек не то что не ходит на заседание Госдумы, он находится где-то за рубежом, там непонятно где, получая депутатскую зарплату. Я публично говорю, с какого перепугу, почему это так происходит. И этот законопроект мы будем рассматривать в пятницу, в первом чтении, надеясь, что на следующей неделе примем во втором и третьем. Вероятно, во втором чтении нужно будет вносить поправки. Ну, например, если инициатор является фракцией, а ведь мы же пишем закон все-таки не под конкретных персонали, каких-то, может, даже которых вы назвали, чтобы он действовал и в будущем. А вот придут одномандатники, которые не захотят вливаться ни в какую фракцию сами по себе. К ним можно будет такую меру принять или нельзя? Поэтому здесь нужно хорошо подумать. И я думаю, что законопроект, видимо, претерпит некие изменения, но суть останется сутью. Но если систематически депутат не исполняет своих обязанностей, это не то, что, как мне спрашивали, а вот там кто-то из членов фракции разругался с партией и что-то ему не нравится. Нет, это не основание. Но вы понимаете, что этот вопрос касался не только самого закона, но и конкретно Илью Пономареву. Потому что на недавнем, прошедшем в Вильнюсе, форуме свободной России, где сидели представители так называемой внестемной оппозиции, где говорилось о том, что Россия должна, в частности, отдать часть суверенитета другим государствам, где говорилось о том, что необходима революция иначе никак, сидит Илья Пономарев, соглашается с этим, участвует в этой дискуссии. Он не только соглашается, он там, так сказать... И он сидит с депутатским значком. Свои идеи, типа, вообще лучше всего России сам уничтожится. Вот скажите мне, пожалуйста, ваше личное отношение к Пономареву, Не как к человеку, а к тому, что он говорит. И понимаете, что вы тоже несете за это ответственность? Я, к сожалению, несу ответственность, поскольку он действительно прошел по нашим спискам. Но как только он занял антигосударственную позицию, мы исключили его из партии. И я с того момента говорил, предлагал коллегам, давайте мы все-таки подумаем об императивном мандате. Чтобы, коль скоро мы несем ответственность, так давайте мы будем нести по полной. И мы своим же решением, вернее, инициировать будем это решение, принимать решение будет Госдума целиком, в том числе депутаты других фракций, чтобы не было такого уместничества какого-то. Давайте мы будем иметь возможность лишить таких депутатов мандата. И сегодня, похоже, лед тронулся. И я думаю, что это действенная норма, которая обязательно должна быть. Потому что, если ты по российским меркам особенно получаешь очень хорошую зарплату, уж будь добр, отрабатывай ее, как депутат Госдумы. Да, ты можешь с чем-то не соглашаться, ты можешь там как-то по-особенному голосовать. Но ты работай здесь, а не болтайся непонятно где, поливая свою родину. Ваше личное отношение к этому? Резко отрицательно.